Всем привет, кто смотрит это видео, а если вы его смотрите, то значит у вас проблема с самопроизвольным включением или отключением телевизора. То есть когда телевизор стал самостоятельно жить своей жизнью. И сейчас я расскажу причины этого, как их справить или хотя бы их диагностировать. Их может быть очень много, я выделю основные. Их можно разделить на внешние и внутренние. И сначала нужно убедиться, что это не внешние причины, чтобы зря не разбирать телевизор, так как они могут быть незначительные. Банально выставленный таймер выключения или таймер сна. То есть нужно проверить в настройках. Неисправный пульт. Нужно вытащить батарейки для проверки. Неисправный шнур питания. По возможности нужно попробовать с другим аналогичным. Вот он, шнур питания. Он может быть перегнутый. Возможно животные перегрызли его. То есть нужно это обязательно проверить. С другим аналогичным. Неисправность антенны. Тоже нужно попробовать с другой антенной. А также попробовать воспроизвести видео с USB флешек, внешних дисков, через колокольчики или через HDMI подключить к компьютеру или к камере, например. И проверить. Если после этого ничего не меняется и телевизор ведет себя так же на всех других интерфейсах с отключенным пультом, то скорее всего это внутренняя проблема. Для того, чтобы понять какая, нужно снять заднюю крышку. Перед этим обязательно нужно проверить, прямые ли у вас руки и из правильного ли места они у вас растут. А также проверить на месте ли голова. Если нет, то не стоит сюда лезть, лучше обратиться в сервис или к специалисту, чтобы не сломать телек и не получить удар током. Если же у вас все на месте, то нужно отключить телевизор от электросети, вытащить шнур, подождать хотя бы одну минуту, так как конденсаторы могут сохранять заряд некоторое время. Затем нужно снять настенное крепление или стойку. Выкрутить все шурупы и запомнить какие откуда, если они разные. Затем снять заднюю крышку. Сниматься она должна легко, если нет, то проверяйте, возможно пропустили один шуруп. А пока я расскажу внутренние причины. Это может быть неисправность программного обеспечения. То есть нужно обновление или перепрошивка телевизора. Неисправность кнопочного управления на корпусе. Его можно будет попробовать отключить. Вот оно здесь, в данном случае. Его отключить отсюда, накрыть задней крышкой, не прикручивая шурупы, для безопасности. И попробовать включить телевизор. Проверить осталась ли неисправность. Без задней крышки не включать. И уж тем более не трогать руками без нее, когда телевизор подключен к электросети. Следующая причина – это неисправность конденсаторов. То есть, когда вы снимете заднюю крышку, нужно проверить, есть ли взбучившиеся, надутые или почерневшие части. Это будет сразу видно, и уж тем более понятно будет, в чем неисправность. Заменить можно и самим, если разбираетесь в пайке. Если нет, то опять же нужно обратиться к специалисту. Такая замена конденсаторов будет недорогой. Еще одна причина – это неисправность блока питания. Нужно тоже осмотреть, есть ли расплавленные детали, почерневшие или имеющие запах гари части. Это может быть причиной срабатывания защиты от замыкания, соответственно, и отключения телевизора. Еще одна причина – это механическое повреждение. Или, например, залили водой или чаем, или еще чем-то. То есть, тоже нужно осмотреть на эту причину. И самая банальная причина, но часто ее в первую очередь нужно проверить – это пыль. То есть, ее нужно удалить, даже если ее немного, с плат, с конденсаторов, ну и везде. А также протереть заднюю крышку от нее. И попробовать включить телевизор, опять же, накрыв задней крышкой для безопасности, и проверить. Пыль при скоплении может проводить ток или создавать статическое электричество. И от этого может срабатывать защита от замыкания, и телевизор, соответственно, будет отключаться. Поэтому в данном случае с этим телевизором достаточно было просто удалить пыль. Вот такой вот кисточкой. И самопроизвольные включения и выключения прекратились, и телевизор стал работать нормально. После того, как закончили выявлять и устранять неисправности, не забываем все собрать обратно. Итак, если вам понравилось это видео, и оно казалось для вас полезным, то говорим спасибо через лайк. Подписываемся на мой канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.